В сельском поселении Луневское сегодня двойные выборы. Помимо губернатора Московской области, здесь выбирают главу поселения. В списках три кандидата, один из которых – действующая глава. В поселении работает четыре избирательных участка. Явка по всем на три часа дня примерно 25%. Но к концу голосования она увеличится примерно вдвое, говорят в участковой комиссии. Выборы здесь проходят в штатном режиме. Нарушений нет. За что голосуют местные жители? Настроение отличное. Сделали свой выбор? Сделала. За что голосовали? Не за кого, а вот за что? Как за что? За справедливость. Для нашего Подмосковья, как вам сказать, чтобы было красиво, чтобы было хорошо, чтобы было справедливо. Как чистота, порядок, как в нашем поселке. Поселение то, что у нас очень прекрасно, очень хорошо. И я хочу, чтобы продолжалось так же, в том же духе. У нас и так все есть, но хотелось еще, чтобы было больше. Чтобы было лучше, красивее. Чтобы был порядок, чтобы все было в достатке. Для справки, Луневское сельское поселение расположено в восточной части Солнечногорского района. Население чуть больше 7 тысяч человек. Административный центр поселок Лунево. В прошлом году отметил свое 90-летие. В Луневском поселении находится зона экономического развития «Шерезон», созданная по инициативе правительства Московской области рядом с международным аэропортом Шереметьево. Также здесь работают крупнейший производитель дорожно-строительной и землеройной техники «ЗАО «Лон Мади» и предприятие по производству безалкогольных напитков «Пепсика Холдингс». В сельскохозяйственной отрасли поселение известно крестьянским хозяйством «Лесная цесарка», которая занимается разведением коз. С каждым годом поселение активно развивается. В Лунево капитально отремонтировано около 60% жилого фонда и более 80% инженерной инфраструктуры. Сдана в эксплуатацию Паярковская газовая котельная. Газифицирована деревня Пекино. В 2013 году открыта новая амбулатория. Построено новое здание администрации. Отремонтирован фасад Дома культуры Лунева. Построен и введен в эксплуатацию наземный пешеходный переход через Ленинградское шоссе в деревне Черная Грязь, благодаря которому в разы сократилось количество жертв среди местных жителей. В поселении активно развивается социально-культурная и спортивная жизнь. А это уже один из избирательных участков городского поселения Менделеева. Здесь сегодня также двойные выборы. Местные выбирают губернатора Подмосковья и депутатов в Совет депутатов. В бюллетене они должны отметить сразу трех кандидатов в депутаты. Хорошо проходит. Активно достаточно. В список по участку включено 1850 человек приблизительно. Как правило, процентов на 60 мы выходим. А на данный момент 30% проголосовало. Пока без нарушений. Нарушений я не наблюдала. Все спокойно. Выборы проходят хорошо. Лидия Ивановна Конькова убежала с важной репетиции, чтобы отдать свой голос и выполнить гражданский долг. Сегодня у него выступление в составе местного хора «Родные напевы». В Менделеево проживает более 60 лет. Я сторожила. Здесь ни одного дома не было, когда я приехала. А мой папа начальник строительного участка был. Он построил весь поселок, рекенцо, больницу, школы. Все под руководством моего папы Забельна Ивана Александровича был такой. Царствие мой без. Лидия Ивановна, как и другие местные жители, голосует сегодня за развитие своего поселка Менделеева и всего Подмосковья в целом. Чтобы были дороги все сделаны. Это самый бич поселка. Ну много причин в поселке есть, которые указать даже не хочется. Важное событие. Поселочек маленький. Надо выбрать того, чтобы держаться за поселок, чтобы все было хорошо. Очень люблю Менделеево. Сейчас я, правда, в Зеленограде живу уже, но очень скучаю по Менделееву. Очень люблю. Конечно, не все гладко. Идеально здесь, но будем надеяться, что после выборов все тут будет хорошо. Выборы в Советы депутатов проходили также в городском поселении Андреевка, Кривцовском и Соколовском поселениях. Юлия Ундрау, Виталий Киселев, Дмитрий Кузякин. Наше время.